Зал устраивает рейды, всех выгоняют и все закрывают. Ну да, да, Павел, так и будет. Сейчас будут всех шугать, поэтому я же говорю, единственный вариант это дома. Вот у меня есть люди, которые смогли домой раздобыть по нескольку сетов гантелей. Там я говорю, для нас, ну там, 10, 20, 30, вот так мы бы прекрасно все могли тренироваться. Я, ну, конечно, прекрасно, это в данном, опять-таки, контексте немножко сильное слово, но нам бы хватило для полноценной работы. Поэтому, ребят, у кого есть варианты, тащите домой оборудование, потому что эта ситуация не до 5 апреля и не до 14. Ребят, надо, а всем нам, мало того, что форма, форма бог с ним, пришла-ушла. Тренировки это здоровье, прежде всего, это циркуляция крови, и это все равно выработка эндорфинов хоть какая-то. Это, ну, наша задача помимо сохранить физическое здоровье, надо сохранить ментальное здоровье. И тренировки даже домашние, они в этом помогут, безусловно. Поэтому, ребят, старайтесь хотя бы что-то домой притянуть и продолжать работать. Это важно. У нас тут в леса запретили ходить, за время карантина 7 тысяч человек по лесам гуляли. Еще и в лесах теперь будут, я не знаю, устраивать какие-то засады, грибников вычислять. Ну, ладно, надо так надо, что называется. Другое дело, я смотрю на вот эту всю ситуацию, я никого не критикую, я просто не закрыт общественный транспорт, в Москве не закрыто метро. То есть вы закрыли, ну, понимаете, спичечный коробок, проблему, там, тренажерку, там, еще что-то, но вы не закрыли самый главный рассадник. То есть люди продолжают ездить в метро, в автобусах, в троллейбусах, друг на друге, сидят друг другу в лицо, чихают друг другу, там потом лезут, там в рот и в уши. Не поможет никакой карантин, пока работает общественный транспорт. Это, по-моему, совершенно ясно. Но, так как его не закрывают, поэтому мы будем продолжать сидеть дома, а кто-то будет, ну, число зараженных, на мой взгляд, снижаться не будет. Смотрю, что есть атлеты-мужчины, которые используют фитнес-резинки при применении со штангой. Как вы относитесь к этому способу? Хорошо отношусь. Лишь бы, ну, как бы безопасно, да, все это делали, научились, чтобы это все никуда не отстреливало там и не убило ни его, ни домашних, то это, конечно, способ утяжеления, почему нет, даже очень, даже хорошо отношусь. Добрый вечер, Виталь, наконец весь эфир спокойно посмотрю. Ну, да, участвуй что-нибудь, спрашивай меня. Хоть мы с тобой так постоянно на контакте, но это самое, может, какой у тебя есть тема. Чего-чего, поговорить сегодня можно долго и не спеша. А мне 19-литровой бутылки приехали. Во, Антош, тоже пойдет что угодно, но опять-таки поговорим, может, с Антоном. Ну, я не знаю, а где Антон и где мы. Ну, с кем-нибудь. Притащи домой какое-нибудь оборудование, но они должны отнестись с пониманием. Спортсмен же. Нельзя выходить из формы совсем. Ну, отлично, я за вас рад. Мы ничего, условия ужасные, у нас вводят, как в Москве строгий карантин, сидят все дома, в магазин, вот что вводят. Ну, да, Катюш, но это везде введут. То, что у нас пока не ввели, это вопрос времени. Это сегодня-завтра тоже введут. Я морально к этому готов, поэтому терпим. Что делать, ребят? Я предлагаю не впадать ни в какие паники, истерики. Просто настроиться, вы знаете, все в жизни зависит от головы нашей. У нас все проблемы и все радости, у нас все в голове. Как мне часто спрашивали, как ты летаешь, например, в Бразилию, да, когда я туда летал. Очень длинный перелет, больше 50, ой, больше 50, больше 30 часов получается в сумме, да, от момента, как я уехал из дома к тому моменту, как я приезжаю туда. Там 32, 33 часа, то иногда и больше. И, вы знаете, если вот думать о том, что ой, как тяжело, ой, как плохо, ой, как я устал, ой, как я хочу там прилечь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, если вот это собрание ой в голове держать, то это будет невозможно. Ты прилетишь просто убитый, расшатанный, размотанный, очень уставший. А если же настроить себя на то, что, ну, ладно, потерплю, ничего, зато потом все будет норм, зато потом там, то и физически легче. Так и тут я предлагаю, ребят, найти способ тренироваться дома. Как-то там, конечно, экономить деньги, потому что всем будет тяжело. Но главное не психовать. Не психовать. Я вот вижу, сколько историй о том, что там разводятся, дерутся во Франции, количество домашнего насилия там резко выросло, там начали жены мужей, мужья жен там лупить, почем свет стоит. И это неправильно, это приведет, ну, это будет невозможно, потому что вот такие, ну, как там есть песня, it's the end of the world as we know it, да, то есть это конец мира, каким мы его знали. И это, ну, здесь будут большие перемены. Нам нужно быть морально готовым и какую-то силу характера явить. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Это я не только вам, Катюш, я всем. Вы-то, я знаю, вы сильные люди. Денис, добрый вечер. Как ты относишься к пауэрлифтингу? Честно скажу, не очень им интересуюсь. Техника выполнения упражнений для меня всегда, то есть полуприсет, жимы вот эти вот от моста, от пуза, трицепсом. И скучно, на соревнованиях скучно. Я как-то одно время, когда у нас только начали проводиться чемпионаты края, сидел на микрофоне, да, там, статистика или как это называется, судья, там, который объявляет вес. И я вот там, это было, дай бог, 20 лет назад уже. И я вот меня приглашали, я первый раз посидел, второй раз посидел, третий раз приглашал, я говорю, что не пойду. Вы налейте мне 200 грамм коньяка, иначе я не пойду. Безусловно, скучно. Сидишь там и вызывается тот-то, вес там 160, вызывается тот-то, вес 170. И вот эти три упражнения, один за одним, в бодибилдинге все равно, ну, разные, там, хоть раз девочки вышли, там, такие, сякие, мужики здоровые, мужики худые. Ну, какая-то картинка меняется, хотя она тоже, ну, достаточно однообразна, но разнообразие все-таки какое-то есть. В пауэрлифтинге, ну, одно и то же, одно и то же, если ты не родственник, и не какой-то там близкий друг выступающего, ну, прям, ну, скучновато смотреть. И, говорю, мне с тренерской позиции техника очень не нравится, потому что суставы, высокая, в общем, травмоопасность. Потом ребята, которые приходят ко мне на, подготовиться на бодибилдинг, я когда спрашиваю, из какого вида спорта, когда говорят пауэрлифтинг, я так сразу, будет сложно. Техника ломаная, суставы ломанные, там травма, сям травма, пропорции сбитые. В общем, обычно, так что, пауэрлифтинг, ну, я, как любой вид спорта, отношусь с уважением к людям, которые в нем добиваются, но смотреть, например, его я не буду, мне неинтересно. Здоровье у меня, слава богу, все прекрасно, в отличие от себя чувствую, энергии полно. Потом, то есть, стал, как практически все, маниакально мыть руки, так говорю, исчезли проблемы, и с диареей тоже у меня периодически возникало. И там, и сям, я думаю, вот, все, я думал, у меня там слабый кишечник, да нормальный у меня кишечник, надо было руки мыть. Ну, уж извините, к 40 годам это понял. Ну, тоже, знаете, какие-то уроки из каждой ситуации мы выносим. Здравствуйте, хотел попросить совет, занимаюсь натурально, ем много, вес растет, получается набирать, но с трудом, одновременно растет живот. Понимаю, что есть надо много. Ну, есть надо много, если вы хотите набирать. Как убрать живот? Ну, опять-таки, это вы должны контролировать питание. Есть надо много, но не все подряд. Вы должны правильно составить, сбалансировать ваше питание, найти то соотношение БЖУ, при котором вы будете расти без живота. Ну, и, конечно, попытаться больше двигаться. Ну, сейчас, конечно, это будет сложно, но можно бегать по лестницам в доме, вам уж никто не запретит. Скоро денег не будет, пойдет оплата бартером. А каким? Я не знаю, что есть. Чем мы можем друг другу, я не знаю. Носки, носками, трусами. Чем будем платить? Как найти разумную середину? Я вам не смогу сказать, ну, ничего не зная ни о вашем плане питания. Ну, как найти? Подбором. То есть, вы должны начать точно, что должны начать делать, это считать то, что вы едите, разбивать по БЖУ, сколько вы потребляете белков, жиров, углеводов. Это точно надо начать делать. И, зная эти цифры, затем уже корректировать, пытаться подобрать под себя план питания. Потому что, вот так вот, сходу с потолка, то, что вы, рост метр девяносто, я знаю, но это совершенно недостаточная информация для меня. И это можно только вот на контроле делать. То есть, вы сами, если вы работаете без тренера, пытаетесь подобрать, пытаетесь найти то соотношение. Только, ну, как искать, найти разумную середину методом подбора. Но, опять-таки, для этого нужно точно знать, сколько чего вы едите. Вы должны взвешивать, как посоветуете начать карьеру тренера, если хочешь не просто быть фитнес-тренером в качалке, а дальше добиться больших успехов в этом деле. Я частенько отвечаю на этот вопрос, и ответ всегда будет один. Тренер растет только вместе со спортсменом. У вас должен быть какой-то начальный объем знаний. То есть, совсем прийти с улицы, это сложно. На это потребуется больше времени. То есть, вы хотя бы сами должны тренироваться или иметь какую-то базу. Но сейчас это не так сложно, много очень информации. И затем, ну, уже начать кого-то тренировать с целью вывода на соревнования, если вы хотите именно спорт высших достижений. Может быть, себя. Может быть, кого-то там из своих друзей, приятелей. В общем, не знаю. Но то, что я знаю точно, что в теории никто, только изучая теорию, никто не станет большим тренером. Тренер растет вместе со спортсменом. Только сталкиваясь с теми проблемами, которые должен решить тренер выступающего спортсмена, вы сами сможете расти. Только так. Рома, здравствуй. Здравствуйте. Сейчас вспомнили про подвальные качалки. Дома, из чего есть качаться. Кайф, на стольки и молодость. Ну, кому как. Просто подвальные качалки сейчас тоже закроют и будут на контроле. Если даже наши правоохранительные органы не закроют их, то наши соседи и остальные намеренные граждане обязательно сообщат, куда надо, что там те злые качки продолжают качаться. Хотя, говорю, на мой взгляд, вреда с эпидемиологической точки зрения от качалки и от любого одного троллейбуса, который весь день прошел по городу, троллейбус значительно опаснее и страшнее. А их ходят десятки, десятки в любом крупном городе. Но я думаю, что по качалкам будет нанесен такой решительный удар, и когда мы в следующий раз даже в подвальные качалки сможем спокойно ходить, пока непонятно. У нас в парках люди-шашлыки вчера жарили толпами. Ну да, говорю, люди у нас несознательные. Мы не японцы, не корейцы. Нас, если вот так вот под ружье не поставить, мы сами туда не пойдем. При этом же те люди, которые шашлыки жарили, они потом громче всех будут орать, что вот медики, негодяи, там такие, эти самые, не справляются, там нам не помогли, там, 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 там. Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, глупость, наверное, просто и безалаберность. На вишняках, наверное, чище, чем в фитнес-центрах. Вот именно, вот именно. Ну, это просто дикость. Где-то там в обычное время рассадник всех болезней, потому что на таком маленьком участке территории столько народу, причем отовсюду. И, ой, ну, что мне говорить. Все, кто знает, что такое вишняки в Краснодаре, и сами понимают, о чем я. Как думаете, почему Россию не отменят соревнования? Я не знаю. Уже вроде бы ясно, что невозможно будет провести соревнования, так как готовиться негде. Абсолютно я согласен с вами. И я, как бы, понимаю, что арккомитет Проскурякова, Наталья, который у меня абсолютно уважительный, там, отношение, хороший человек, я давно ее знаю. Но нужно набраться мужества и сказать, что все, ну, обстоятельства непреодолимой силы. Может, они чего-то ждут, что объявят какой-то, может, у них какие-то финансовые обязательства перед спонсорами или еще перед кем-то, и чтобы не понести убыток, они ждут какого-то объявления по всей стране, чрезвычайной ситуации или в регионе, или что-то такое. Может, может, поэтому, но перед спортсменами, конечно, получается очень некрасиво, потому что есть люди, которые до сих пор пытаются готовиться, которые до сих пор верят, что это все случится. Хотя, ну, естественно, уже понятно, просто тут не надо быть ясновидящим, чтобы, ну, видеть, что никаких соревнований ни в России, ни Европы, ни в Испании, понятно, что в этом сезоне не будет. Впериод, когда закрыты спортзалы, лучше использовать время для отдыха или сделать упор на тренировках дома, подтягивания, гантели, джимания, наверное, да? Ребят, проблема именно в том, что закрытые спортзалы будут закрыты еще, ну, не, они не откроются ни 5 апреля, ни 14, ребят, и не 30, поверьте мне. Поэтому форму надо поддерживать, все равно кровь надо гонять, надо тренироваться, надо, чтобы мышцы работали. Поэтому, конечно, дома, из чего можно, как можно, думать, изобретать, но тренироваться. Потому что просто ждать открытия спортзалов можно прождать очень долго. Добрый вечер, как относитесь к Лисукову? Очень хорошо отношусь. Леша хороший парень, всегда был. Я, как бы, не то, что там лично с ним дружу, никогда мы так не общались. Я хорошо общаюсь там со многими спортсменами, вот даже с Ашотом, как Гарманяном, мы там встречались, как-то, я помню, ходили кушать вместе. Я так это к нему пишу. Я с Лешей никогда так прям никакой личной дружбы не было. Но, ну, а что такого? Он большой чемпион, да, не добился того, что потенциально мог, но я его не осуждаю, у каждого человека своя жизнь, я не знаю подробностей, немножко жалко. Ну, ничего, ладно, главное, чтобы счастлив был, чтобы делал то, что ему хочется. Как бы, он все равно многого добился в этом спорте, большего, чем любой из нас с вами здесь сидящих. Так что, кто мы такие, чтобы как-то его критиковать и осуждать. Добрый вечер. Посмотрели видео Семина? Посмотрел, посмотрел. Со многим согласен, многое спорно, но, в принципе, с большей частью согласен, да. Качки начнут грабить, тащить с зала в штанги гантели домой. Вот за такое я, в принципе, за, потому что надо тренироваться. Если качки не будут тренироваться, то тогда вообще беда. Все, страна встанет, только на нас все и держится. Сколько по времени должна длиться домашняя тренировка, например? Да столько, сколько и обычная, может быть, даже чуть побольше вам, во-первых, потому что веса меньше, и чтобы хоть как-то себя нагрузить, стресс дать. Ну, тренируйтесь полтора-два часа, я уже думаю, точно каждый из вас выдержит. Если вы, тем более на таком, на выходных, да что вам, чем на диване лежать, что-нибудь поделайте, пресс поделайте, побегайте, голень покачайте, есть где, попотягивайтесь. То есть, а уж если гантели там есть, так это вообще сказка. Выпады с гантелями долблю, во, да, я тоже буду, у меня и гиря есть. Так что я тут и присед плие буду делать, смастерю там что-нибудь, не знаю. Ну, как-нибудь выйду из ситуации, конечно. Как качать ноги дома для меня загадка. Ну, вот, что-то там делать, какие-то купить, может, большие вот эти вот с водой, да, хотя бы две по пять, наверное, можно держать. Ну, это надо придумывать, ребят. Я говорю, поэтому проще все-таки, не то, что проще, но, может быть, есть какой-то выход найти гантели. С гантелями уже можно делать. Выпады, плие, как-то, может, эти гантели можно у себя на плечах держать и там какой-то тип приседа делать. То есть, ну, что-то можно придумывать. Ну, а так, если с домашним весом, ну, опять-таки, сейчас не буду говорить, не приходилось такое составлять. Ну, это все тоже, все решаемо. Отжиманий хватит для груди в домашних условиях? Ну, можно еще жимсвенда поделать. Я думаю, уж пятикилограммовый какой-нибудь вес, ну, блина, понятно, нет. Ну, что-нибудь придумайте, что дома есть и что может весить пять килограмм. Таким узким хватом от груди можно пожать и попасть, конечно, немножко в трицепс, но немножко и в грудную тоже. Ну, а отжимания так непременно. Посмотрите, может, дома есть какие-то парные предметы, которыми можно жимы попытаться сделать. Типа гантели, но не гантели. Имеет ли смысл сохранить объем питания при домашних тренировках или снизить рацион? Ну, если у вас абсолютно полноценные домашние тренировки, если у вас там набор гантелей дома, я вижу у людей, там и штанги дома есть, и все, тогда, конечно, есть смысл сохранить. Если же вы стали расходовать меньше энергии, если вы в любом случае объем тренировок снизили, то тогда нужно и объем питания снизить, иначе вы будете жирнеть. Здравствуйте. Вы знаете, как определить перетренированность? Перетренированность – это усталость нервной системы. У вас нарушится сон, у вас нарушится аппетит, вы будете такой разбитый. Это не… Многие путают перетренированность, почему-то есть у меня даже, мне спортсмены говорят, ой, у меня перетренированность, я не хочу идти тренироваться. Я говорю, нет, когда вам не хочется идти тренироваться, это синдром ленивой жопы, а не перетренированность. Перетренироваться – это когда у вас истощение нервной системы, то есть сон, аппетит пропадает, и когда вот общая такая вот усталость, даже не усталость, слабость, и вот такое вот состояние такой, знаете, такой вареной сосиски. Ну, из перетренированности, конечно, сон – это лучший выход, как всегда, лучший восстановитель. Поэтому не тренироваться, несколько дней дать отдых, ничего не пить, ни в коем случае никаких энергетиков, ни в коем случае, потому что ситуация ухудшится. Просто присушиться к своему организму, дать ему отдых, и пройдет. Спасибо большое, вы профессионал. Спасибо. Спасибо, а можно ее как-то по анализам крови определить? Перетренированность – нет, это, говорю, истощение нервной системы. У вас может быть все в порядке с анализами, или может быть все не в порядке с анализами, но перетренированность они не покажут. Кортизол повышенный – это не всегда, совсем не всегда перетренированность, на него влияет много разных факторов. Вячеслав, добрый вечер. Всегда радует ваш хронический оптимизм. Ну, он не то, что хронический, но я не позволяю себе раскисать, никогда. Вот, хотя, говорю, у меня сейчас больше поводов раскиснуть, чем у многих. По мне этот вирус уже ударил очень сильно, то есть у меня, ну, практически нулевой доход сейчас, да, то есть я понимаю, что я там со своих подопечных, со спортсменов, ну, даже мне там как-то требовать оплату, это просто, ну, неэтично, потому что у всех проблемы у меня есть. Есть там, я надеюсь, что останется хотя бы там несколько человек, которые смогут мне платить за работу, с которыми я буду продолжать эту работу, но я понимаю, что их будет немного, и что я сам, можно сказать, выйду на вопрос выживания. Но если я позволю себе психовать, расстраиваться и плакать в углу, лучше не станет, ни в коем случае станет хуже, поэтому живем дальше, и все будет нормально, надо просто потерпеть. Я настроился перетерпеть, как, вот, знаете, с вот этими вот моими поездками, как я уже говорил, в дальние страны. Ничего, просто это будет марафонский бег, такой тяжелый, неприятный, мучительный, но потом, после его окончания, все равно будет выдох и будет нормальная жизнь. Тренер чемпионов, здоровья вам. Спасибо, и вам всем здоровья, ребят, которые слушают меня, и даже тем, кто не слушает, берегите себя. Я, например, тренированность имел в виду по анализам крови, а я вам про это и говорю. Я, например, не умею ее определить по анализам крови, и это не нужно делать по анализам крови, это достаточно сделать по вашему, как бы, по вашему самочувствию. Зачем там еще анализы подключать? Я говорю, если вы категорически не можете ни спать, ни есть, и у вас вот такое вот состояние, когда, ну, просто вы лежите, и никакой слабости, замученный, но при этом нет ни простуд, ни вирусных, никаких ничего, значит, вы перетренировались. Тут нечего особо сдавать, если честно. Зубайру, добрый вечер. Вот и Зубайру я всегда учу, что мы все преодолеем, работаем, думаем о хорошем, все равно настрой боевой, все будет гуд, так что держимся. Да, Зубайру? И он молодец, вот я доволен Зубайру, он хорошо работает, мы добьемся. Ну, я добьюсь со многими, ребята, не подумайте, и с Тимуром, в том числе, чтобы не это самое, просто зуба появился. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, что дает гормон роста, как он работает совместно с фармакологией без нее, когда ставить гормон, в какой период подготовки? Ребят, ну, совсем я тут, как бы, не буду читать лекцию о вреде и пользе гормона роста, это вы можете сделать, добрав эти все вопросы в гугле, вам выдаст много информации. Я просто скажу свое личное мнение, которое, наверное, многим не понравится, но я не вижу большого анаболического эффекта от гормона роста, и если сравнить даже качественный хороший гормон роста и хорошую качественную фармакологию, да, то фармакология, конечно, намного эффективнее для набора, если мы говорим о наборе. При этом я своим спортсменам гормон роста чаще советую на ПКТ, и, конечно, в вопросах помощи суставам, например, гормон роста помогает, и это доказано и не раз, поэтому сказать, что он совсем неэффективен, нет. Но, на мой взгляд, он больше эффективен как антикатаболик, чем как анаболик, да. В какой период подготовки, ну, я бы уже его ставил где-то, может, за 3-4 месяца до соревнований и отменял бы за пару недель. Где-то так. Но при этом никакие конские дозы, никаких 20 единиц в день, упаси бог, ни в коем случае. Я не вижу разницы в эффекте. То есть у меня спортсмены-то и не принимали его никогда в таких дозах, но я знакомый, общаюсь с людьми, которые это делали, и, на мой взгляд, никакого эффекта это не дает. Хотя, опять-таки, качественный ГР, ну, он, безусловно, помогает, особенно людям, у которых проблема суставами. Стоит ли идти в свой зал и все-таки поберечься? Ну, опять-таки, ребят, каждому свое. Если это лично ваш зал, и туда никто не ходит, то что вам мешает? Постоянно просто, опять-таки, или это там, ну, допустим, вы и ваша супруга, да, ну. Ну, а если туда много людей ходит, то уже, конечно, в Подмосковье, в основном, это, ну, это риск. Другое дело, ну, ребят, то есть, если это не ваш личный зал, тогда лучше, наверное, не надо. Пожалуйста, и вам, вам всех благ тоже. Молодцы, что участвуете, ребят. Я тоже, знаете, отвлекаюсь, потому что много всяких плохих дум. И это самое. Я в эфир, наверное, теперь почаще буду выходить, потому что я с вами в таком живом общении, мне и самому веселей. Приехал с отпуска, посадили на карантин, сказали две недели сидеть дома. Сиди, Илья. Так и мы все сейчас сядем на карантин, поэтому разницы, что вас посадили с Лерой, что нас тут всех посадят на карантин, нет. Нет, сидим на карантине дома, учим, я не знаю, кто, какой язык. Вон у меня много знакомых все жаловали, что им английский некогда учить. Вот, пожалуйста, давайте все, чтобы там через два месяца заговорили по-английски. Я, наверное, там французский себе выберу, почитаю какие-нибудь книги, которые я не читал, посмотрю фильмы, которые я и так хотел посмотреть. Поэтому давайте наберемся терпения, не теряем оптимизма, будем общаться, будем друг друга поддерживать, и все будет хорошо. Пожалуйста за эфир, ребят, спасибо, что общались. Привет. Сушкой какие главные моменты? Главное правильно подобрать БЖУ, главное правильно подобрать, опять-таки, подобрать и потом корректировать, потому что нет одного БЖУ, которое у вас держалось бы всю сушку и давало результат. Нужно по форме смотреть и корректировать. И это, конечно, все-таки питание – это основа, но и правильный гормональный фон. Добрый вечер, вы сейчас в России? Я уже почти месяц, как в России, в Краснодаре, дома у себя, кто знает мои эфиры, вот эта картина на стене, на кухне, она там постоянно участвует. Да, тренер, большое вам спасибо. Пожалуйста, Зуба, тоже очень рад, что у нас с тобой хорошо получается работа. Так, ребят, у меня всего 10 секунд, тренируйтесь сейчас, но пытаюсь дома это делать и буду дальше. Извините, не могу ответить на длинный вопрос. Все, давайте до следующей недели, если что, напишу, попытаюсь отвечать на вопросы. Давайте, все, на связи.